В Давос сегодня вечером вылетает и Дональд Трамп. В последний раз президент США участвовал в экономическом форуме 18 лет назад. Ни бушни, и тем более Обама, в Швейцарию не ездили. И понятно, что выступление Трампа станет одним из главных событий. С чем он летит на Давосскую встречу, выяснял в Вашингтоне Дмитрий Анопченко. Сегодня в 20.10 по Вашингтону за Трампом в Белый дом прибудет вертолет. Ведь уже в полдевятого вечера у него рейс в Давос, и предстоит ночной перелет. Остальная делегация летит отдельно. В ней и глава президентской администрации Джон Келли, и госсекретарь Тилерсон, и советник по нацбезопасности МакМастер, и даже зять президента Джаред Кушнер. Пресса сегодня пишет, мол, американский десант в Давос впервые настолько масштабный, что на эту поездку в Швейцарию Вашингтон 40 миллионов долларов потратит. В том числе и расходы на меры безопасности, они будут серьезными. Стоит ли игра свеч? В Белом доме уверяют, да. Два ключевых чиновника, президентские советники по экономике и по нацбезопасности, перед отлетом на брифинг вышли. Рассказали, Трампа в первую очередь интересуют новые рабочие места и инвестиции. Надо ведь предвыбранные обещания выполнять. Так что говорить он намерен в основном не о политике, а о возможностях для бизнеса в Соединенных Штатах. И даже, показательный факт, пригласил поужинать с ним завтра не коллег президентов, а первых лиц крупнейших мировых компаний. Экономическая безопасность – вот основа национальной безопасности. Но параллельно президент уделит время в Давосе и обсуждению таких вызовов, как корейская ядерная проблема, борьба с ИГИЛ, Ближний Восток. Основные встречи Трампа в четверг, в том числе и с главными союзниками, британским премьером Мэй и израильским Нетаньяху. Из неофициальных разговоров в кулуарах американских властных структур становится понятно. Отправляясь сейчас в Давос, Дональд Трамп на самом деле преследует три цели. Во-первых, действительно привлечь инвестиции, в том числе и под свои личные гарантии. Во-вторых, лично убедить мировых лидеров в том, что его знаменитый лозунг «America first» не означает экономический ущерб для всего остального мира. А дискуссия об этом как раз и запланирована в рамках форума. Ну а в-третьих, продемонстрировать, что Америка по-прежнему остается мировым лидером. А сомнения в этом во время прошлой Давосской встречи откровенно высказывали китайцы. И пока критики и пресса злорадно потирают руки, мол, в Давосе Трамп в очередной раз опозорится, его команда настроена оптимистично. Ведь в отличие от большой политики, в большом бизнесе президент как раз специалист. Что-что, а деловые переговоры проводить умеет. Поэтому и лидерам, которые готовятся с ним встретиться в рамках форума, тоже стоит поискать другие, неформальные аргументы, чтобы получить результат. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».